Тенора 21 века Проект уже не впервые выступает в нашем городе, но на этот раз тенора представили новую программу – песни из любимых отечественных и зарубежных кинофильмов. Дунаевский, Бабаджанян, Зацепин – кинорепертуар, арт-проект, насчитывает уже около 50 произведений. А начиналась эта программа со знаменитой песни Гарваренца и Азнавура «Вечная любовь» и музыкальных тем, звучавших в фильмах с участием Марио Ланце. Любая песня, если она ничем не откликается у тебя в душе, ее неинтересно будет слушать зрителю. Поэтому, если ты в эту песню что-то вкладываешь свое, тогда зритель как-то больше идет на контакт. ПЕСНЯ Для Уфы эта программа в исполнении знаменитых теноров стала премьерной. Впрочем, арт-проект может легко избегать повторения, ведь в их репертуаре более 50 программ и свыше 2000 произведений различных эпох, стилей и направлений от детских песен до рок-музыки. Исполнять их оперному певцу нетрудно, говорит Сергей Писарев. А сам он мечтает, что их арт-проект однажды обратится к мюзиклам. Мне это очень нравится, когда ты действительно можешь петь абсолютно разную музыку, ту, которую тебе в театре, ну, ты ее просто не споешь никогда. В прошлом году и тенора 21 века отметили 10-летний юбилей. За плечами у вокалистов более тысячи концертов по всему земному шару. Постоянное участие в культурных программах правительственных встреч на высшем уровне. Расписание концертов и гастролей составляется заблаговременно, ведь в составе арт-проекта тенора заняты в репертуаре ведущих российских и европейских театров. Обязательное условие умение петь оперу, участие в спектаклях, поэтому это для нас очень важно. Но и в то же время желание петь музыку абсолютно разную по направлениям, по стилям, умение адаптировать себя к каким-то совершенно непростым условиям. И творческим, и, наверное, бытовым, потому что, в общем, этот проект, он такой достаточно удачный, успешный в плане и географии, в плане востребованности. Во время концерта артисты не уходят в свои гримерки, стоят за кулисами, переживают друг за друга. Впрочем, Дмитрий Сибирцев говорит, что есть и соревновательный момент. То есть у нас всегда идет ситуация, когда мы слушаем того, кто поет на сцене. И каждый человек себя накручивает, накачивает, то есть я сейчас пойду лучше это сделаю. При всем при том, что мы друг друга поздравляем, мы очень друг к другу тепло относимся. Из девяти постоянных участников коллектива на этот раз в Уфе смогли выступить шестеро. Уже знакомые со сцены Башкирской филармонии и концертного зала Башкортостан в театре оперы и балета гости пели первый раз. Но, скорее всего, не последний. И следующая встреча вновь ознаменуется премьерой.